Как продвигаться директологу? Не контекстом же. Ну, в принципе, Миша все ответил. Тут на самом деле очень много, как вам сказать, тонкостей, потому что я вам скажу честно, ребят, если сравнить меня сегодняшнего и меня трехлетней давности, это два разных абсолютно человека, и, естественно, я продаю услуги совершенно по-разному. Плюс, если сравнивать меня, человека, который начинал тогда, три года назад, и вас, кто начинает только сейчас, мы абсолютно разные люди, потому что тогда конкуренция была своеобразная, сейчас она совершенно другая. Сейчас есть такие свои уже такие серьезные компании, такие акулы, даже те же вот ребята из, ну, опять же, вот инфобизнесовые ребята, да, кто делает, как я, какой-то контент. Раньше такого не было, и, можно сказать, я был там один из первых, и это совершенно разные истории, то есть я выехал отчасти на том, что я все равно делал видеоуроки, никто их не делал, особенно бесплатные, да, были платные только от элит-симболиста, как сейчас помню. А сейчас он этим не занимается, поэтому могу его рекламировать, ну, он занимается, точнее, но у него это такой, как я понимаю, не самый основной источник дохода. Вот, и сейчас немножко другая история, то есть если вы хотите стать директологом, вам все равно нужно сначала показать себя крутым специалистом, значит, надо собрать хорошие кейсы, надо собрать хорошие какие-то отзывы от людей, то есть собрать вокруг себя такую компанию веселых, приятных людей, вот как Рома, как Никита, вот ребята очень хорошие, например, плюс директологов, плюс еще и потенциальных клиентов, ну, я их не отношу к ним, я имею в виду других еще дополнительно, делается это уже в основном временем, то есть здесь от этого никуда не деться, нельзя просто взять и сразу зарабатывать много денег. Это не та сейчас ниша, где вам расскажут, вам просто сейчас люди многие рассказывают, я знаю, я смотрю, иногда читаю новости, я заработал там полтора миллиона за один месяц, там подобное, а я в маркетинге, там подобное, это крайне сложный человек уникум, если он так сделал, конечно. Ну, это я буду честным с вами сегодня. Вы сказали, что эти метки сейчас работают не всегда. Получается, ваш сервис вам сейчас уже не сильно помогает, особенно для меток на Google. Нет, я не к тому. Я говорю, что сейчас можно их не использовать, если вы умеете использоваться и не хотите пользоваться такими костылями, им можно, в принципе, не пользоваться. Но если они есть, хуже от этого не станет. Вопрос по лендинг-пейдж, читабельный ли текст Lobster? Да, вполне. У меня же он есть. Так.